Так и можно было остановить передачу. Подача! И момент для удара! Ну да, в такой вот элитной. Я бы сказал, вот здесь фантастическая работа Камбулова. Вот так поддерживаем тезис Юрия Сёмина. Неплохая подача, удар в створ. Ближе к чужой штрафной Бейрамян, как всегда, начинал свое движение. Заброс. Неплохо. Но Чарлока дотянулся. Не самый далекий, но идет перекидка, так называемая. И удар по дуге. Дюбин сделал шаг вперед. И пришлось потом с такой опаской возвращаться. Камбулов. Капитан сегодня Рубина. У нас сопоставление, но при этом совершенно другая картина на поле. Правда? Тиньковский здесь не прошел. Пытался мяч между ног пробросить Камбулу. Камбулов сегодня не проходил. И внимание! Выход один на один со защитником, который пятится. Влашич долго-долго выбирал финт, как мне кажется. Начинается с преимуществом Ростова, для которого 0-0 изначально и в ответной встрече равноценная победа. Что Локомотиву важно будет выйти в боевом сочетании. Удар по воротам. Грудью-то мяч принял Камбулов неплохо, а вот пробил. Возвращает мяч Башкиров. В центр тут же навязывает борьбу и успешно боязь Гулиев. Еще один москвич, еще один воспитанник московского. Сиваков. Но зритель-то оживает, а мы пока следим, потому что такие атаки уже случались у Рубина, а вот таких нет. И момент для гола, и мяч в ворота закатывается. Первое подключение Камбулова уже в качестве крайнего защитника. Виламп. Я напомню, что два последних раунда для себя Сибирь проходила именно в дополнительное время, одерживая победы. Подача, удар, перекладины, гол! У Зенита одна задача, золото. Ну и как вот теперь пойдет борьба-то вся, да? И 4-2. Как вы правильно сказали, Роман? Потрясающий турецкий футболист Георг Денис Караденис. Легенда Рубина. Дальний удар и гол! 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 Продолжение следует...